В Большом актовом зале Комитета государственного контроля Брестской области собрались представители силовых структур, контролирующих и правоохранительных органов, ветераны и сотрудники службы, первые лица области и города. Лично поздравить работников системы приехал заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Басков. Можно, конечно, задать себе вопрос, так в чем же сила любой организации? На мой взгляд, ответ очевиден. Сила любой организации – это в профессионалах, которые работают в этой организации, сила в преемственности поколений, сила в соблюдении тех лучших традиций, сила в порядочности и в честности работы каждого сотрудника. Для брещан, кстати, праздник двойной – столетие Комитета госконтроля Беларуси и 25-летие работы Комитета Брестской области. Юбилей в квадрате – это хороший повод не только для подведения итогов, но и для вручения наград. Юбилейных медалей были удостоены первые лица области. Цели у органов исполнительной власти и Комитета государственного контроля – они едины. Мы, значит, выполняем разные функции, но, в принципе, задача перед нами стоит одинаковая. Это прежде всего благосостояние наших людей, это наведение порядка дисциплины на производстве, финансовой дисциплины. Также на сцене чествовали самых достойных представителей Комитета госконтроля Брестской области. Антон Завистов еще работает в ведомстве всего пять лет. За это время молодой сотрудник уже успел зарекомендовать себя. Уверен, от финансовой дисциплины трудовых коллективов зависит экономическая безопасность всей страны. Проверки разные, люди разные. В основном работаем с людьми, ведь за все у нас отвечают люди. Ну, как уже говорилось здесь с высокой трибуны, мы переходим все-таки от карающей функции, стараемся помогать где-то советом, где-то примером. То есть самое главное не наказать, а предупредить. Комитет госконтроля – та организация, которая вместе со своей страной прошла через все периоды непростой, порой сложной истории. Отчет начался в 1919-м. Уже тогда стояла задача следить за тем, чтобы государственные средства использовались строго по назначению. Сегодня большое внимание уделяется аналитической составляющей. Проводится анализ экономики, выявляются болевые точки и разрабатываются конкретные предложения. Больший упор, конечно, делается на проведение каких-то контрольно-аналитических мероприятий. То есть это мониторинги или проведение мероприятий не в форме проверки. Они также выявляют нарушения, но после них несколько иные последствия для субъектов хозяйства. То есть нет административных последствий, ну может быть какая-то дисциплинарка. А просто даются рекомендации по устранению нарушений. Надо признать, за каждым контрольно-аналитическим мероприятием, за каждым сложным расследованием всегда стоит человек. Только за прошлый год, благодаря слаженной работе, в бюджет возвращено более 10 миллионов белорусских рублей. Однако работа сотрудников высшего финансового органа сводится не только к аналитике и многочисленным проверкам. Они также принимают активное участие в жизни города. Сегодня, к примеру, трудовой коллектив принял участие в экологической акции по посадке деревьев в городском саду. Высаживали канадские красные клёны, присоединились к сотрудникам госконтроля и специалистам управления департаментов финансовых расследований. Повод понятен. 100 лет госконтролю, 1000 лет Бресту. Городской парк создается силами многих людей. Но, тем не менее, участие в таких мероприятиях формирует историю, закладывает какие-то традиции, формирует прежде всего коллектив. И, тем более, это знаменательно по случаю 100-летия органов государственного контроля и в преддверии тысячелетия нашего прекрасного города Брест.